Рада приветствовать в нашей студии чемпиона Кубка Кремля 2008 года, тренера мужской сборной России Игоря Куницына. Игорь, здравствуйте. В полуфиналы Санкт-Петербург Open 2018 только что мы посмотрели первый. Как вам матч с участием Клижина и Стэна? Очень, конечно, напряженная борьба. И для любой публики, любого города и страны посмотреть на Вавринку это, конечно, всегда подарок. Он сегодня, считаю, очень хорошо провел первый сет. Но затем, мне кажется, физические кондиции немножко он еще все-таки не набрал после операции. Но показывает очень хороший зрелищный теннис. И Мартин Клизан показал характер. И в третьем сете в концовке оказался сильнее. Турнир в Петербурге всегда радует своим составом участникам. В этом году Стэн Вавринка. Помимо него Тим Шаповалов. Что можете сказать, в принципе, и о турнире, о перспективах в плане игроков? Вот что я, потрясающий состав. Это большой подарок не только городу. Это подарок всем любителям тенниса в России. И вот сегодня был мастер-класс. Приехали дети из разных городов. Тоже Миша Южный, Женя Донской с ними играли. Это такой действительно подарок всем любителям тенниса. Потрясающий состав. Даже первые круги матчей просто классные. Поэтому в любой день можно было прийти и насладиться теннисом мирового уровня. Вас, как тренера сборной России, не могу не спросить, оценить, наверное, сезон для молодых российских ребят. Вы за ними наблюдали на турнирах Большого Шлема. Что можете сказать? Очень хороший сезон. Мы видим прогрессы Данила Медведева, естественно, Карена Хачана. И Андрей Рублев до травмы показывал очень хороший теннис. К сожалению, вот эта травма выбила его немножко из игрового ритма. Но уверен, что уже к концу сезона он должен набрать и войти уже в следующий сезон на ходу. Ну, из таких знаменательных, конечно, запомнится и последний матч Миши Южного. Это, конечно, действительно такое событие, может быть, немножко грустное. Такой вот, мой, сколько лет 25 знакомый. Это вот он последний, наверное, кто ушел из этого поколения. Вот поэтому, кстати, сезон очень позитивный. Последний матч тоже вот на тех выходных в играх у Бак Дэвиса. Такой был очень важный для нашей молодой сборной, который, надеюсь, вот этот матч уже так действительно их по-настоящему сплотил. И они уже стали командой. Поэтому в этом плане, в плане развития, ребята молодцы. Движутся в правильном направлении. И вот сейчас основная задача на конец сезона, как можно выше стать рейтингом, чтобы уже сеяться в 16-е. К Карену в первую очередь, да, не тоже подобраться к этим цифрам. Тогда на турнире Большого Шлема с Надалем, Джоковичем, Федором будешь играть уже не в третьем круге, а дальше. И это, конечно, такая, я думаю, задача для них номер один на концовку сезона. Наверное, последний вопрос действительно о Михаиле Южном. Вот кем Михаил Южный является для вас, учитывая, что вы, по сути, реально четверть века, знакомы уже, и тандем их с Сопкиным. Что это для вас? Ну, для меня, я даже уже не помню в то время, когда его не знал. Наверное, на 12 турнирах по 12 лет мы первый раз встречались. И в первую очередь друг, безусловно, и он, и Борис Воич. Это один из самых уважаемых тренеров в мире. Мы дружим и с семьями, и наши жены знают. Также друг друга давно обе теннисистки. Дети пошли заниматься, его старший, Макс, в одно время, в одну группу теннисом. Поэтому нас связывает очень много общего. И, конечно, даже на, вот сейчас на Юс-Опени, на Кубке Дэвиса, и с Игорем Андреем, с Митей Турсуном тоже обсуждали. Вот Коля Девыденко, вот это, что вот уходит в последние из этого поколения, ну, где-то немножко так вот грустно, но вот время подошло. Ну, будем надеяться, что грустить все-таки времени не останется. Желаем вам плодотворной работы и спасибо за то, что пришли к нам. Спасибо вам. Спасибо.